И ему было 194 года. Ну, сыну 153 было. Ребят, всем привет! Рад вас видеть на нашем канале. Сегодня я хотел с вами поговорить про точку долголетия. Ещё её называют точка болезней. Ещё есть какое-то название по-китайски. Ну, вот тут вот я напишу, как она звучит. Ну, и название видео, наверное, будет. Классная практика, если вы хотите укрепить своё здоровье, очистить свои внутренние органы, очистить кровь, обновить вообще организм. В принципе, её надо массировать каждый день. Приведу вам пример. Есть такая история про долгожителей в Китае. Один из императоров захотел познакомиться с долгожителями, которые есть в стране, и дал задание каким-то там своим подопечным, чтобы они пригласили долгожителей. В общем, привели к нему христианина с его семьёй. Ему было... Его звали ещё маму, вроде. И ему было 194 года. Его жене было 173. И был с ним ещё сын и невестка. Им было там чуть меньше 150. Ну, сыну 153 было, а его жене там 140 с чем-то. Потом прошло полвека, и уже другой император то же самое захотел сделать. И среди долгожителей опять была эта же семья, опять с этим же крестьянином. И у него спросили, типа, как у вас получается продлевать свою жизнь? И он сказал, что мы каждые 4 дня прижигаем точку от 100 болезней. В принципе, это очень простая практика. Главное знать, где эта точка находится. И всё. Этого достаточно. Ну, я сегодня вам покажу несколько способов, как её массировать, как её в первую очередь найти, и каким образом её можно массировать. У нас есть вот такая вот сигара. Это полынная сигара. С помощью неё китайцы прижигают различные точки. И есть вот такая вот палочка деревянная. Это массажная палочка. Когда неудобно в какие-то места, допустим, пальцами не получается, массажной палочкой можно добраться. Ну, такие два прибора и спички. Ну, и теперь приступим. Я покажу вам, в каком месте находится данная точка. Вот один из способов. Берёте ладонь и ложите ладонь на колено. Вот. Чтобы вот этот палец указывал чётко... Ну, вот, получается, видите? На колено положил, и этот палец чётко указывает на точку долголетия. Вот. Всё. И вы её просто можете уже сразу массировать. Вот здесь такая впадинка, как бы. Вы её почувствуете. Она находится между сухожилием и костью. Вот. На этой ноге так же само. Зеркально всё отображается. Как её массировать? Смотрите. Лучше начинать массировать её против часовой стрелки. Это будет стимулировать очищение внутренних органов и очищение крови. И после того, как вы помассировали против часовой стрелки, массируйте по часовой стрелке. Это уже будет укрепление. В общем, когда вы массируете против часовой стрелки, головной, костный, спиной мозг и кровь будет очищаться. Когда вы будете массировать по часовой стрелке, они будут укрепляться и будут вырабатываться стволовые клетки. Если брать сигару, к примеру, смотрите, сейчас покажусь сигару. Берём сигару, поджигаем. Ну, видите, одной спички не хватает. Сейчас я чуть-чуть ещё. Запах у неё, в принципе, приятный. Полынная сигара. Довольно приятная вещь. Ну, спичками, может, не самый удобный вариант подпаливать. Лучше, там, обычная на комфорте я её подпаливаю. Всё, теперь вот она раздымилась хорошо, видите. Теперь можно вот эту точку аккуратненько прижигать. Есть несколько типов прижигания. Можно просто держать на расстоянии. И делать такие спиралевидные движения. По спиральке крутить, крутить, крутить. Либо вот такое движение. Как бы в блисток. Как будто вы притрагиваетесь, потом хоп-хоп-назад. Оно так как бы прижигает. Вот прижигание считается самым лучшим способом воздействия на точки. Ну, если у вас сигар нету, то это не страшно. Просто пальцами массируйте. Вот такими спиралевидными движениями. В принципе, просто видите, когда прижигание делается, оно как бы более объёмно получается. Но когда пальцами или, допустим, вот такой вот деревянной палочкой, тоже нормально. Ну, я вообще делаю пальцами. Прижигать можно где-то 10 минут. А если делать просто круговые вращения, от 10 до 20 раз. Это минимум. Самый лучший эффект будет, если вы 108 раз делаете. 108 раз против часовой и 108 раз по часовой. Вот, вот сейчас я уже очень-очень хорошо чувствую, как точка прижигания... Ну, такой сильный жар чувствую в точке этой долголетия. Хорошо, вот именно прижигание классно мне очень нравится. Смотрите, друзья, ещё можно массировать эту точку вот этой палочкой. Снова же, вот она здесь между косточкой и сухожилием. Вот, можете вот так вот продавливать. Ну, довольно, кстати, хорошо, удобно получается. Более сильное усилие, как бы, туда в глубину получается продавить. Вот такие круговые движения в одну сторону, потом, может, в другую. Но лучше начинайте с очищения, то есть против часовой, и заканчивайте по часовой. Ну, собственно, всё, друзья. Больше нечего сказать. Практикуйте данный массаж. А, ещё последний момент. Старайтесь его делать до 10 утра. Вечером нельзя её массировать, эту точку. Особенно после 6 вечера. Поэтому, вот это важный фактор, не забывайте. Всем спасибо за просмотр, друзья. Спасибо, что смотрите наши видео. Подписывайтесь на наш канал. Будем с вами делиться ещё интересными всякими массажами. Всё, всем спасибо. Пока, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok